Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей 16-12. В студии Михаил Тишин. Мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. В Аккорде не могут договориться, как людям носить защитные маски. Крах экономики скрывают за лживыми отчетами министерств. Выборы 9 августа в Беларуси станут последними для Александра Лукашенко. Народ продвигает своих лидеров и поддерживает их на площадях. Друзья Дулата Агадила соберутся у него дома, чтобы почтить память героя и поддержать его семью в трудное время. Казахстанцев снова отправили по домам, уже второй месяц запрещая работать и лишив последних доходов. Решением продлить карантин до 17 августа президент Токаев и его правительство поставили народ на грань голодной смерти. Население озабочено лишь одним вопросом – где взять деньги на самое необходимое? Из-за безработицы и инфляции простые люди оказались в тяжелом положении. Вернув все запреты и ограничения и бесконечно продлевая незаконный карантин, правительство не хочет признавать ситуацию чрезвычайной. Ведь тогда государству придется по закону обеспечивать население необходимым минимумом. По распоряжению Токаева в июле возобновили выплаты социальной помощи в размере 42,5 тысяч тенге. Однако по новым правилам рассчитывать на ее получение могут только те, кто лишились работы в последние недели, не смогли найти постоянную работу после ЧП и вынуждены выживать сами. По последним данным в июле пособия смогли получить только около двух миллионов человек. При том, что за помощью обратились более семи миллионов. Это большая часть всего трудоспособного населения, но 3,5 миллиона получили отказ. Если гражданин никогда в жизни не отчислял пенсионных социальных отчислений, работает, не знаю, это может быть няня, это может быть таксист, это может быть грузчики, то есть кто угодно, они работают неофициально, и на сегодняшний день у них нет никаких выплат в государство, то уплатив единый совокупный платеж сегодня, завтра подав заявление на 42,5 тысяч, они имеют право на ее получение. Даже те, кому повезло сейчас получить пособие, не смогут прожить на эти деньги. Согласно данным соцопросов, с начала карантина больше 70% граждан стали покупать только самые необходимые товары. Затраты на продукты у людей выросли почти в полтора раза. При продлении карантина респондентам сложнее всего покрывать расходы на базовые нужды и коммунальные услуги. Цены на продукты бьют рекорды каждый месяц. Наибольший годовой рост цен наблюдается на фрукты, макаронные изделия, мясо и мясопродукты. С начала текущего года среди всех социально значимых продовольственных товаров больше всего подражал картофель. Затем морковь 31%, лук 20% и крупа гречневого 19%. В Алматы прошлым летом малину продавали по 1000 тенге за килограмм, сейчас по 1800. Объявляя о продлении карантина, в правительстве выдвинули невыполнимые требования по его соблюдению. В приказе 27 июля о соблюдении карантина главный санитарный врач дала два прямо противоположных указания. В первом пункте постановило, что ношение защитных масок для населения повсеместно обязательно, а во втором, что рекомендовано. Разъяснить ситуацию не смогли даже министр здравоохранения и заместитель премьера. 30 июля они дали журналистам прямо противоположные ответы на одинаковые вопросы. Я не совсем поняла. В итоге, в летних кафе обязательно ли носить маски? Груднички тоже должны носить маски? Бегающим людям обязательно носить маски? То есть они не задохнутся там во время пробежки? Маски обязательно носить всем. Я хочу вам это дополнить, если не возражаете. Если вы внимательно посмотрели, речь идет о общественных местах. Если вы хотите бегом заниматься, пожалуйста, есть специальные места, где есть возможность и бегать, и заниматься спортом, допустим, не одевая маску. Еще больше члены правительства удивили всех тем, что маски надо в обязательном порядке надевать даже на младенцев. Есть малыш, есть маска. А малыш с маской? Малыша с маской нет. Хотя во всем мире медицинские организации говорят о том, что ношение масок для детей до двух лет не просто не обязательно, а противопоказано и опасно, поскольку может привести к удушению и смерти. В Америке в начале весны запретили надевать маски детям младше двух лет. Почему? Потому что это грозит удушьям. Я призываю наше министерство здравоохранения сейчас немножко переосмыслить сказанное и внести коррективы. Через два дня под градом критики министру все же пришлось снова менять правила и не заставлять надевать маски на детей. В действующие правила были внесены новые поправки в части не ношения масок детьми до пяти лет, лицами, занимающимися индивидуальными групповыми занятиями спортом, не более пяти человек, а также в общепитах при приеме пищи находиться без масок, но с соблюдением социального дистанцирования. В итоге Тукжанов договорился до того, что государство вообще ничего не решает в борьбе с эпидемией и спасать себя граждане должны сами. По подсчетам наших экспортов, от качества медицинской помощи зависит только 30% общестранового успеха борьбы с коронавирусом. 70% успеха зависит от поведения казахстанцев, насколько мы соблюдаем масочный режим, гигиену рук, нормы социального дистанцирования. Правительство Тукаева стало главной проблемой Казахстана, создавая еще большие проблемы, чем коронавирус. Уже пора думать в отношении тех других людей. И надо думать в отношении тех людей, которых мы уже потеряли сегодня. Я понимаю, каждому хочется, но временно я вас прошу всех, я вас всех хочу попросить, еще раз обращаюсь. Уже пора сегодня остановиться, нам уже пора сделать разрыв той цепочкой, которая сегодня идет. Беларусь прощается с Александром Лукашенко, лучшим другом Назарбаева. 9 августа там состоятся выборы президента. На Лукашенко работает вся репрессивная машина и государственная пропаганда. Однако у народа Беларуси растет уверенность, что это последние выборы последнего диктатора Европы. Избирателям Беларуси очевидно, что результаты выборов будут массово фальсифицировать по хорошо отработанным схемам. Режим Лукашенко запугивает народ провокаторами и Майданом. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувство. Переворота в стране не будет, Майдана тем более. Еще раз подчеркиваю, Майданутом это говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране. И этого я не допущу. Я уже военным говорил, я один буду против них сражаться, если надо, хотя у нас хватает людей в погонах. Неутихающие народные протесты ясно дали понять, что народ не позволит далее нарушать их права. Главным символом этих выборов стали мемы «Саша 3%» и «Психоз». Их можно встретить на футболках, наклейках, на машинах, надписях. После окончания пикета забирают в микроавтобусах тонированных. И вот только я вот таким способом могу выразить свое мнение. От 3 до 6% это реальный рейтинг Александра Лукашенко, который независимо определили два интернет-сайта. Власти попытались опровергнуть это с помощью государственных соцопросов. Там по-старому нарисовали Лукашенко поддержку 80% населения. Но события последних месяцев подтвердили самые худшие ожидания Лукашенко. Это вы «Саша 3%» уже написали на майку. Ну вы хоть верите, что он действующего президента 3%. Поэтому не надо нас дергать и никогда не оскорблять. Вусатый таракан, еще чего-то. Я еще пока действующий президент. Подготовку к очередным выборам Лукашенко начал с преследования всех потенциальных кандидатов, которые могли бы составить ему конкуренцию. Среди них блогер Сергей Тихановский и банкир Виктор Бабарико были отправлены в тюрьму по сфабрикованным обвинениям. Еще один бывший дипломат и бизнесмен Валерий Цепкало вынужден бежать из страны из-за угрозы ареста. Он не хочет проводить честное голосование. Он делает все возможное для того, чтобы фальсифицировать. Он демонстрирует белорусскому обществу о том, что он все равно эти выборы сфальсифицирует. Как бы мы ни проголосовали, он все равно нарисует те цифры, которые он хочет. Так единым кандидатом от всех оппозиционных сил неожиданно стала жена арестованного Сергея Тихановского Светлана. До последнего времени простая домохозяйка. Власти посчитали ее не опасной. Но именно она сумела повести за собой всю страну. Знаете, я, когда вот столько людей пришло ко мне, так, ну, я вот прям физически ощущаю единство этих людей. Я ощущаю их гордость за то, что они наконец-то стали народом с большой буквы. Они поверили в себя. И они готовы к этим переменам, которые грядут. Выступления Светланы стали разоблачением пропагандистского вранья, которым все последние годы пользуются также Владимир Путин и Назарбаев. Вас пугают. Рисуют страшные картины будущего Беларуси с новым президентом. Вами манипулируют. Придумывают несуществующие опасности. Обманывают. Мы зовем на выборы, а власть зовет на Майдан. Мы говорим, что мы хотим нового президента, а власть отвечает нам, что тогда будет Майдан. Мы говорим, что большинство белорусов хочет жить в свободной, богатой стране, а власть угрожает нам, Майданом. Против всех этих мирных людей главнокомандующий, у которого есть сила и оружие. Так кто здесь хочет устроить Майдан? Он или мы? 30 июля в Минске прошел очередной митинг в поддержку Светланы Тихановской, который собрал более 60 тысяч участников. Я не политик, и власть мне не нужна. Но мой муж за решеткой. Я вынуждена была спрятать своих детей ради их безопасности. Я пожертвовала спокойной жизнью ради нас всех. Я... Неимоверное для двухмиллионного Минска явление. Ничего подобного в Казахстане еще не было. Достойный пример народного единства для казахстанцев. Минске 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 Три женщины, которые сейчас просто показывают, объединяются их, это будущее Белоруссии. Перемен! Лукашенко явно не ожидал такого развития событий. Он призвал выслать из страны всех иностранных журналистов. Объявил о реальной угрозе Майдана в Беларуси. BBC, свобода, свободная Европа и так далее. Стримы эти. Я уже не говорю о тенденциозе. Они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь. Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Вытворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на Майданы. Комитет государственной безопасности устроил в Минске спектакль с задержанием 33 граждан России, принимавших участие в войне на Донбассе. Будто бы они прибыли для дестабилизации ситуации. Я смотрю на реакцию уже россиян. Они уже оправдываются, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ну, ясно. Надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. Да, точно. И при том, когда я это говорил, я прочитал доклад, это точные данные сегодня. Документально подтверждено. Совершенно верно. Это дало Лукашенко повод ужесточить режим безопасности на выборах. Будет отключен интернет. Выборы могут даже перенести или отменить, если режим посчитает это выгодным. 9 августа – это точка в карьере Лукашенко. Против диктатора поднялась вся страна, и его дни сочтены вне зависимости от исхода выборов. Пример Беларуси будет заразительным для казахстанцев и россиян. Это пугающий исход для авторитарных режимов Путина и Назарбаева. Пока вы смотрите, в комментариях кипят обсуждения. Поделитесь своим мнением и вы. Также подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. 8 августа в селе Талабкер пройдет АС в честь активиста Дулата Агадила. Убитого режимом 25 февраля. Очень важно всей страной поддержать активистов АСАР – семью Агадила. Призываем всех массово ехать в Талабкер, почтить память героя и помочь семье. Продолжение дела Агадила – это дело чести. Мы должны не допустить новых смертей, новых пыток. Нам надо сегодня проявлять сплоченность. Чтобы принять участие в АСАРе, в Талабкер приехали сотни человек со всех уголков Казахстана. Строительство близится к завершению. Но рабочие руки все еще нужны. Двери дома Дулата открыты для всех соболезнующих. Хотим пригласить всех казахстанцев на АС-Дуа, на территорию нашего, как говорится, АСАРа. Поэтому всех приглашаем. Ждем вас всех, всех казахстанцев, без исключения. После того, как семья Дулата объявила АСА на 8 августа, начались предварительные задержания его сторонников. 30 июля полиция незаконно задержала Ербола Есхожина, друга Дулата, принимающего участие в строительстве дома для семьи Агадила. Жахина забирают, а не Шокееву забирают. Когда активисты пытались выяснить местонахождение Ербола, полиция грубо задержала еще 13 человек. Вот, идет задержание. Задерживают всех. За что? За что задерживаете? Аня Шокеева, Серик Ажахина задерживают. Воу, 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 воу! И отдай телефон! Вот нас арестовали. Аллоро Ганахстан, починив с Дарликом. Власти стремятся помешать людям собраться снова, как нашествие в память о Дулате 24 июля. Атрау, Актау, Икабастус, Павлодар, Алмата. Аллоро Ганахстан, Аллоро Казахстан, Аллоро Казахстан. Дулат, 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 Дулат. Тогда стало ясно, что режим не в состоянии помешать людям проводить поминальный обряд. 8 августа в доме Дулата соберется еще больше людей, чтобы почтить его память и поддержать семью. Вот здесь вот на сегодняшний день находятся люди со всего Казахстана, со всех регионов, со всех уголков нашей необъятной страны. Каждый занят, каждый занят, чтобы закончить строительство этого дома. Не все могут приехать в Талабкер. Многие спрашивают, как еще можно помочь семье Дулата. Если вы хотите принять участие в Асаре, можно перечислить средства на один из счетов активистов. Наша цель – закончить строительство дома. Наша цель – провести АСС. Наша цель с гражданами, которые приедут на этот АСС, Проехать, пройти в сторону кладбища, прочитать Дуа. Я продолжаю звать всех к нам на помощь. Спешите в АСС. А также после постройки этого дома мы будем праздновать новоселье, приглашать всех. Поэтому уже можете приезжать сюда, помочь нам достроить дом. А также мы будем накрывать шикарный стол. На сегодня все. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. С вами были новости 16-12. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!